ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще пыльца пчел, ну, конечно, пыльца пчел, здесь очищенное яблоко. А, че, я уже про яблоко говорила. Здесь даже есть... И специальный уголок, уголок сделаем такой... Это кофе, что ли? Подожди, можно я это скажу? Специальный такой уголок, презентовый такой уголочек, намажем туда немножко горчинки. Горчица, кстати, вызывает аппетит. Вот все острые соленые блюда вызывают аппетит. И очень быстро приводят к новому чувству голода. Я понимаю, вам это не страшно, поэтому давайте все-таки с горчичкой. Зачем? Ну, не портите салат. Ну, хорошо, хорошо. Давай я лучше расскажу, что же у нас сегодня в чемоданчике. Потому что буквально вчера стартовала у нас потрясающая наша любимая... Ну, назовем ее рубрика. Рубрика, которая позволяет вам, дорогие наши любимые друзья и соседи, выиграть что-то очень интересное и очень ценное, самое главное. И вот в этот раз призом за то, что вы будете каждый день на протяжении двух недель отгадывать, что же лежит в нашем чемоданчике. Мы подарим вам, что бы вы думали, конечно же, сертификат подарочный. Доктор Барменталь, Центр снижения веса. И вот если вы хотите его заполучить, вам нужно просто отгадать, что же лежит... Двух недель, заметил. Да, в течение двух недель отгадывать, что же лежит в нашем чемоданчике. И на сегодня задание такое. А ты открыла тайну, что лежало... А, кстати, что лежало вчера. Молодец, понимаете, вас аппетит просто-напросто сбил с мысли. Я уже хочу дальше и дальше. Вчера, кстати, лежала помада, друзья. И вот если вы правильно просылали свои сообщения на номер 5577 пробел и большими буквами МГ, то вы уже на пути к этому подальшему сертификату. Так вот. А соседи правильно присылали? Конечно, были правильные ответы, были причем в очень большом количестве. Загадывайте далее. Лежит в нашем чемоданчике что-то теплое, что-то мягкое. То, что придает нам комфорт, это домашняя вещь. Домашняя вещь, еще скажем... Домашний предмет, может быть. Покушайте салат очень вкусный, я открою тайну. Еще, скажу вам честно, этот предмет, большей частью, носят дамы. Красавица. Неправда, дай прожую. Неправда. Свет, если говорить... Мужчины очень даже носят. Жуй пока, жуй. Если говорить о процентном соотношении, то, наверное, 60% мужчин это не носит, а 40% носят, вот так я скажу. Ну, пусть так. А 90% красавиц, милых, добрых, фей, таких вот, как вы, например, не буду... Они носят эти предметы. Самое главное, мы надеваем это, когда мы приходим домой. Вот, все, больше ничего не скажу пока. Молодец, конечно же. Просто возьми и покушай салат. Поставь. Все, хорошо, отставляю. Хорошо. Ой, самое главное тяжелое... Ой, не слышал звонок? Я же приглашала сегодня снова нашу любимую Евгению Краеву. А мы уже, кстати, с ней сегодня виделись. Ну, ничего себе, сейчас вы не пойду встречать. Здравствуйте. Евгения, да вы же у меня не с пустыми руками. Да еще и с... Да, я... Это все мне? Заходите к нам, заходите. Вот интересно, как она выбрала разноцветное. Я такая думала, что Светлана выберет разноцветное. А это понимаете, это просто, несмотря на то, что девушка вроде бы в хорошей форме, а жадность у нее, знаете ли... Ну, это просто глаза заведущие. Руки загребущие. Глаза заведущие. Чай? Зеленый. А, да. Евгений, у нас... Влад сегодня сделал полезный салат из фруктов. Кстати, можно его оценить? Спасибо. Я сюда. Да, вот специально туда натыкал зубочисточки, чтобы все смогли попробовать. Ну, чтобы вы маникюр ваш не портили. Ну, да, именно для этого. Ну, и действительно, вот мы сегодня с Владом пытаемся все выяснить, от чего же происходит это чувство голода и что с ним делать. Вот мы предложили, например, пить воду, да, когда там наступает чувство голода. Или, может быть, съесть вот, пожалуйста, желтенькую ммземку. А откуда вы знаете? Может быть, там что-то специально, какие-то ферменты намешанные. Может быть, там специально какое-то ядовитое вещество, а вы пихаете в ротовое пространство. Итак, я слышу вас сегодня очень хорошее настроение, такое достаточно игривое, даже на уровне эйфории. Чувствуется весна. Да, весна сегодня, прекрасный день. И был вопрос про чувство голода. Действительно, чувство голода нужно отличать от чувства аппетита. То, что вы сейчас делаете, да, это чистейшая вода и аппетит. Голод – это физиологическая потребность организма в энергии. Энергии, когда нет, требуется новая энергия, новая порция энергии для тела. И мы ощущаем голод пустотой в желудке. И, соответственно, голоду нужна спытная еда. И что мы тогда делаем? Мы кушаем. И как я иногда провоцирую на группе, что нужно делать с аппетитом, отвечает кушать, я спрашиваю, или? Или? Кушать. Или кушать. Кушать, только кушать. А если это все-таки чувство аппетита? Вот, например, как сейчас у меня, так и хочется не выбрать это подальше, потому что лучше буду есть яблоки. А если это чувство аппетита, то, конечно, с аппетитом нужно разбираться. Я тут вам приготовила очень интересные материалы, чтобы легче нам было разделить все-таки, что такое голод, что такое аппетит. Ну, я думаю, что мы сейчас об этом поговорим, ну, а пока мы посмотрим с вами ваше право. Вот ваше право какое, знаете? Ну, давай об этом программе посмотрим немножко. Давай. И все-таки вот в таких случаях, когда хочется съесть чего-то вот такого, лучше заменить это на мандаринки с яблоками? Нет, заменять не надо, нужно разбираться. Вот для начала давайте вообще разберемся с чувством голода. Как мы сказали, это физиологическая потребность, которая требует удовлетворения энергии и насыщения в чувстве заполнения желудка. Чем же все-таки желудок лучше всего заполнять? Что будет выгодно и что вообще человек выбирает в ситуации голода? Это, конечно же, супы, да, то, что вот сегодня мы кушали. Это каши, вообще святое для голода. Это мясо обязательно дает сытость на целых три часа. Это овощи, которые дают объем заполнения в желудке. Это картофель наш любимый, русский, да, и макароны. Вот это все, что нужно для нашего голода. Также есть, как вы говорили правильно ранее, да, я вас внимательно слушала, есть потребность у человека во вкусе. Да, у нас есть четыре вкусовых рецептора на языке – кислые, сладкие, соленые и горькие. И, конечно же, все это обязательно должно присутствовать у нас в рационе. А где мы это можем получить? Съев кусочек выпечки, съев немножко орехов, съев фруктов, пожалуйста, какие-то сладости, майонезы, соусы тоже дают вкус и удовольствие. Колбаса. Колбаса, да, пожалуйста, копченая. Это все, что нужно для удовольствия. Что касается аппетита, как он вообще проявляется? Вот когда всего этого, то, что я перечислила, да, для удовольствия, колбаса, соусы, майонезы, орехи, сладости, различная выпечка становится много, вот, пожалуйста, много. Дальше от меня убирай. Правильно делай. Это аппетит. Вот еще больше, да, для наглядности. Берем шоколадку. Вообще. В конце приема пищи, когда вы скушали суп, съели котлету, вам для удовольствия требуется всего лишь одна долька шоколада. Для удовольствия, для того, чтобы получить сладкий вкус. Но когда это идет целая шоколадка, мы уже говорим про аппетит. Да, то есть у человека возникает аппетит. И очень часто в голове у человека возникает просто хочу, да? Я просто хочу шоколадку. Да, сладенького. Да, я просто хочу сладенького. Но, извините, вы же получили уже сладкий вкус, когда съели маленькую дольку шоколада. Зачем требуется после насыщения, после удовлетворения сладкого вкуса еще кусочек? Вот здесь вот возникают огромные вопросы. Как разбираться с аппетитом очень подробно учим на нашей программе. Вообще, на самом деле, аппетит – это сложное, очень сложное чувство, которое формируется уже после детского возраста. Мы вот сегодня с вами говорили о том, что это все-таки какие-то воспоминания, вот вкусовые, может быть, или впечатления, которые у нас были. И вот мы, вспоминая у себя, да, прокручивая у себя их в голове, начинаем хотеть ту же самую шоколадку, потому что мы уже знаем, какого она вкуса. Или то или иное пирожное, которое мы очень любим и которое нам приятно есть. Это вообще какую-то необузданную лошадку, которую тяжело обуздать, но, тем не менее, приходится это делать. Да, и чтобы эту лошадку обуздать, нужно узнать вообще, что там скрывается. И здесь, в этой ситуации, я обычно у человека спрашиваю, да, у своего клиента, какие у вас ассоциации с тем или иным продуктом? Вот вы сегодня налегали, да, на мандарины и яблоки. С чем у вас ассоциируют? Ну, неплохо. Не надо этого пугаться. С чем ассоциируются у вас мандарины? Новый год. Новый год. А когда Новый год, это что? Подарки сладкие. Это подарки. Вы как ребёнок. День мороз. Точно. И тут же возникает, да, ассоциальное детство. Каникулы, отдых, новые впечатления, сюрпризы, да, то есть, возможно, хочется праздника, возможно, хочется детства. Я знаю, что она на этих новогодних каникулах была, у мамы ездила, и там ела очень активно пирожочки, значит, и всё-таки устряпанные. Потом приехала, ой, что-то я поправила, что-то я поправила. Вот, собственно, мандарины вам намекают на это замечательное поправление. Ну, видимо, да. Нет, ну и действительно. А вот, ну, шоколадки тоже из той же серии? Да, конечно. Всё, что чрезмерно, это всё из серии аппетита. Вы даже можете съесть три тарелки супа, это тоже будет аппетит. Всё, что сверх насыщение, сверх того, вот, когда вы чувствуете заполнение желудка, вот, сытость, и вы кушаете ещё, это есть состояние аппетита. Знаете, о чём я сейчас подумала? О таблетке клюзим? Нет, я подумала о том, когда, вот, например, мама, кстати, ну, или вы сами, там, ну, неважно, кто-то сварит, например, вкусный борщик, и, ох, ещё тарелочка была, добавочки, добавочки. Хотя, в принципе, ты уже наелся в этот момент. А мне ещё, знаете, что нравится? Мне нравится, например, на торжествах свадьб, там, день рождения, где-нибудь банкет, там, ну, я не знаю, где, там, столовая, либо ресторан, и люди пытаются съесть всё, что находится на столе. Хотят, они этого не хотят, но какая-то приходит, простите, опять баба-жаба. Которая говорит о том, что нужно всё съесть, потому что не надо, чтобы это выкидывалось. И мы съедаем всё. Зачем? Вопрос. Как это чувство называется? Баба? Как вы выразите? Баба-жаба. Жаба. Это как чувство называется? Мне кажется, это жадность. Это жадность, да. То есть человек кушает от жадности. Такое бывает. Это моё. Да, когда человек говорит, я жадничаю, он обозначает, это моё, и трогайте. Ну, да, вот есть у нас такое за праздничным столом. Вроде мы сейчас все социуми живём, и у нас еда, пожалуйста, всегда круглые сутки есть, и мы не обделены этим. Но, тем не менее, откуда-то, да, из древних времён, если есть конкуренция, если есть другие, то нужно жадничать, нужно есть больше. Ну, нужно запасаться. Вот давайте мы проблему обозначили, давайте после прогноза погоды всё-таки придём уже к решению, как же всё-таки с этим бороться-то с чувством.